МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые подробности дела о вымогательстве. Коммерсанты пояснили, что участники одной из криминальных группировок Казани требовали с них ежемесячно по 30 тысяч рублей. Подозреваемых своих обидчиков опознали еще два предпринимателя. 48-летняя женщина скончалась на месте, 26-летний пассажир госпитализирован. Водитель почти не пострадал. Трагедия произошла в Высокогорском районе на 26-м километре автодороги Казань-Малмыш. По предварительной версии, люди направлялись из Казани в Кировскую область, домой. Но практически в самом начале пути водитель Лады Приора не справился с управлением и вылетел с дороги. На месте трагедии побывал Айрат Назипов. Никто ничего не видел. Может машина здесь тормозил. Несмотря на то, что авария произошла вблизи жилых домов, очевидцев происшествий практически не было. Услышав грохот, местные жители поспешили выбежать на улицу. Там-то они увидели страшную картину. Разбитый автомобиль, вылетевший с проезжей части, лежал в придорожном кювете. Подушки безопасности сработали. Но от смертельных травм одного из пассажиров они не спасли. По предварительной информации, в момент удара в салоне автомобиля находились три человека. Те, кто был впереди, выжили. А женщина, сидевшая сзади, получила траву, несовместимую с жизнью. Впрочем, по рассказам жителей окрестных домов, 48-летняя пассажирка скончалась не сразу. Скорая была, пожарная верность. Пожарная скорая. С машины вытащили на ужасе. Она живая была, сразу умерла. Только вытащили, она умерла. По предварительной версии, 20-летний водитель Лады Приора не выбрал безопасную скорость. Не справился с управлением, что и послужило причиной вылета автомобиля с дороги. Учитывая, какие повреждения получил автомобиль, можно предположить, что скорость могла быть весьма высокой. Сам же водитель еще долго не мог прийти в себя. Он и 26-летний пассажир получили различные травмы. Последнего госпитализировали прибывшие на место медики. Он сам не знает, что за рулем. Да, не знаю, как случилось. Сам не знает. Аварии на этом месте, говорят жители поселка, совсем не редкость. Водители часто вылетают с дороги, и последствия таких кульбитов, как правило, заканчиваются трагично. За аварию, в которой скончался человек, виновник происшествия может быть привлечен к уголовной ответственности. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Бузов 112. А в Буинском районе при похожих обстоятельствах вылетел с трассы «Шевроле-Круз». Все произошло на 94-м километре трассы «Казань-Ульяновск», неподалеку от села Большое Фролово. Сообщение о происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб от очевидцев. Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь раненному 42-летнему водителю. Отключили аккумулятор иномарки для избежания возгорания автомобиля и поставили его на колеса. Нетрезвый житель Казани до смерти избил свою собственную собаку из-за денег, за то, что она изгрызла 1000-рублевую банкноту. Все произошло 12 октября. 45-летний мужчина избивал животное руками и ногами до тех пор, пока собака не скончалась. Свою вину он признал полностью. Дело по статье «Жестокое обращение с животными» прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу. К слову, статья предусматривает наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до ареста сроком на полгода. Новые обстоятельства открылись оперативникам в ходе расследования дела о нападении на букмекерскую контору в центре Казани. Тогда по подозрению в вымогательстве и порче имущества были задержаны предполагаемые члены банды «Тукаевские». Полицейские просили пострадавших от их действий обратиться в правоохранительные органы. На призыв откликнулись два владельца торговых павильонов на площади у железнодорожного вокзала и рассказали, что в течение нескольких лет с них ежемесячно требовали по 30 тысяч рублей за то, что бизнес вели на подконтрольной группировке территории. Алина Бережная узнала, чем все закончилось. То, что стало с их павильонами, ясно из уголовного дела. Три года назад его возбудили по факту поджогов. Их было как минимум пять. Два раза торговые точки сгорали полностью. Перед сжиганием павильонов предпринимателям угрожали, неоднократно портили имущество, требуя ежемесячных выплат по 30 тысяч рублей. Все продолжалось в течение нескольких лет. За поджоги тогда был осужден один человек. Сейчас он отбывает наказание. Но все понимали, что он исполнитель. Организаторы, по мнению полицейских, были на свободе. Пока в отношении них не набралось достаточно доказательств для задержания. В ходе оперативной разработки сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали пять участников группировки. Главным следственным управлением МВД по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящий момент в качестве обвиняемых привлекаются в общей сложности один человек. И вот предприниматели, владельцы сгоревших киосков, опознали в задержанных за вымогательство у владельца букмекерской конторы и своих обидчиков. Кроме них, к уголовной ответственности привлекаются и три рядовых исполнителя. Они находятся под домашним арестом. Оперативники предполагают, что эти лица могут быть причастны к совершению еще ряда преступлений. Всех, кто пострадал от действий, полицейский просит сообщить по телефону, указанному на экране. Алина Бережная, вызов 112. Сегодня в Вахитовском районном суде продолжился процесс в отношении бывших сотрудников отдела полиции Епеева и отдела уголовного розыска по Казани. По версии следствия, трое оперативников пытались инсценировать куплю-продажу пистолета-пулемета. Для этого дела угрозами привлекли своего знакомого, который должен был продать оружие своему товарищу. Впоследствии хотели всех задержать и отчитаться об успешной операции. Подсудимые незаконно передали мужчинам огнестрельное оружие, пистолет-пулемет для дальнейшего проведения незаконного оперативного рассыкнового мероприятия, проверочная закупка. По результатам которой исполнитель роли сбытчика должен был быть задержан на месте происшествия и незаконно привлечен впоследствии к уголовной ответственности по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Делалось это для того, чтобы улучшить показатели работы отдела, но все пошло не по сценарию. На скамье подсудимых бывшие полицейские оказались сами. Мужчина, который должен был выступить в роли сбытчика, сообщил о планируемом спектакле ФСБ. Дополнительный доход, не отходя от своего рабочего места, придумал себе начальник одного из салонов сотовой связи в Нижнекамске. Но замысел его противоречил существующему законодательству и интересам работодателя. Действия его быстро стали достоянием общественности. На 25-летнего молодого человека завели уголовное дело. И сегодня суд вынес ему приговор. Альбина Минибаева знает, что совершал молодой человек и что в отношении него решил суд. Виновен. Свою вину полностью признаю. При телезвью больше такого не допускать. 25-летний молодой человек, начальник отдела сотовой связи, придумал, как увеличить свой доход. Далеко ходить с рабочего места не стал, просто продал два телефона на общую сумму 23 тысячи рублей. Деньги вместо кассы положил себе в карман. Тайное стало явным и теперь захищение чужого имущества ему может грозить до шести лет лишения свободы. Государственный обвинитель, адвокат и потерпевший просит для подсудимого минимальный срок наказания. Считают, что он раскаялся. Мы учитываем все обстоятельства данного уголовного дела, личность подсудимого. Я прошу назначить наказание в виде двух лет лишения свободы без реального отбытия наказания, без дополнительных видов наказания, которые предусматривают санкции данной статьи. Явка с повинной, положительная характеристика и раскаяние подсудимого сыграли свою роль. Выслушав мнение сторон, суд принял решение. Назначить наказание в виде лишения свободы на 42 года без страха и изначения свободы. На основании статьи 73-го КАЭФа данные наказания именно вычитать условно. В течение этого времени вся жизнь молодого человека будет как на ладони у правоохранительных органов. Но вот как теперь он будет зарабатывать на жизнь, вопрос, видимо, пока открытый. Альбина Минебаева, Регина Сунейманова, Евгений Лызаев. Вызов 112. 137 миллионов рублей по штрафам должны почти 120 тысяч казанцев, нарушивших правила дорожного движения. Искать и принуждать должников к оплате вышли на дороге города сегодня автоинспекторы и судебные приставы. Были в полной боевой готовности с автоматическим комплексом распознавания долгов и мобильными терминалами для их оплаты на месте. Алла Рыкова знает, почему все это не пригодилось. Они расположились на одной из основных магистралей Казани. С первокамера чуть дальше автоинспекторы с судебными приставами. Система отработана. Сама система дорожных приставов по камере сверяет газ номера должников. Соответственно, сразу же отсылает на ноутбук, в котором находится список должников. Там сверяется номер и сотрудник, который заходится за ноутбуком, сразу же докладывает по рации, если есть совпадение. Автоинспекторы останавливают автомобиль и передают должника в руки судебных приставов. Необходимость в этом, говорят, есть. Только по штрафам за нарушение правил дорожного движения казанцы должны 137 миллионов рублей, не считая незаплаченные налоги, алименты, услуги ЖКХ. При выявлении таких лиц составляются административные протоколы по статье 20.25, которые влекут на себя или административный штраф, или административный арест до 15 суток. Особо злостные неплательщики рискуют остаться без имущества, например, без навигатора, видеорегистратора или даже запасного колеса. А в особо запущенных случаях и вовсе пойти пешком. Оплатить все долги можно на месте, у приставов все к этому готово. Но сегодня оборудование не понадобилось, ни одного должника за все время ожидания так и не выявили. Возможно, причиной тому стали плохие погодные условия. В плотном тумане и темноте комплекс не работает. Аллы Рыкова, Азат Семигулин, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.